Доброе утро всем! В эфире программа «Про утро» на телеканале ОТВ, и мы снова с вами, Полина Толмачёва и Илья Рыков. Сегодня 20 февраля, понедельник, отличный день, начало недели. И я хочу сказать тем, кому не нравятся понедельники, ребятушки, да вы, скорее всего, просто не умеете их правильно проживать. Заряжаемся зарядом бодрости, позитива и вперед на пустыню Сахару с лейками. А мы постараемся вас на этот боевой и позитивный лад настроить и расскажем вам много всего интересного. В конце января мы отмечали 79-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день по всей стране проходили различные мероприятия, посвященные памяти тех страшных лет. Не остался в стороне и Одинцовский округ. И что особенно радует, такие акции и мероприятия повсеместно проходят в школах. И наше молодое поколение не только знает свою историю, чтит память своих предков, но и активно принимает в них участие. Так в Барвикинской школе проходила выставка «Одинцовский Невский проспект», на которой было представлено более чем 50 экспонатов, посвященные блокадному Ленинграду. Подробно в нашем сюжете. Был пост МПВО, который защищал один из районов Ленинграда. То есть этот предмет видел вот эту вот картину в прогрессии почти 100 лет. Барельеф в виде головы льва, а еще реликвии времен Великой Отечественной и экспозиция фотоколлажей «Связь времен» Сергея Ларенкова. На площадке Барвихинской школы состоялось открытие выставки «Одинцовский Невский проспект», посвященной 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В торжественной церемонии приняли участие ученики, местные активисты «Единой России» и первый зампред МОСОБОЛ Думы Лариса Лазутина. Я хочу сказать слова благодарности всему педагогическому составу нашей замечательной школы, вам лично, каждому из вас, ребята, за то, что, вы знаете, самое главное в человеке – это память. И мы должны помнить, помнить каждого нашего героя. Работа над экспозицией идет уже много лет. Над ней трудятся воспитанники историко-патриотического клуба «Память». Сначала сделали временную выставку в витринах, позднее появился стационарный мемориальный объект. На данный момент есть возможность делать и передвижные фотовыставки. Мы сегодня демонстрируем, что касается именно фото коллажей Сергея Ларинкова. У нас здесь выставлено 6 штук на постоянной основе, и еще 8 работ во втором формате мы поставили в фойе. Всего их более 500, если мы говорим про Ленинград. В другой части школы представлены 523 значка, которые посвящены Ленинграду. А для всех желающих прошел мастер-класс по настольной игре «Великая Отечественная», после чего знания применили в рамках интерактивного занятия. У нас есть какая-то позиция на карте, она сделана из гексов. И вот какой-то один гекс – это какой-то там город будет, допустим. И его надо, чтобы под конец шестого хода, у нас всего шесть ходов есть, кто-то занял. Либо второй вариант условия победы – это уничтожение всех танков противника. Одинцовский и Невский проспект – ежегодная экспозиция, призванная сохранить память поколений. В будущем ее планируют расширить, отмечают организаторы. В школе выставка будет работать до марта. Еще больше интересных событий, программ, сюжетов вы сможете увидеть на нашем YouTube-канале, если перейдете вот по этому QR-коду, сосканируете его и попадете на наш канал, и там все это перед вами предстанет. Ну, сейчас ничего не надо делать, просто запомните его, а потом посмотрите. А сейчас смотрим про утро. Смотрим так, как сейчас мы расскажем вам о том, чем же так примечательен сегодняшний день, 20 февраля. Ну, прежде всего, сегодня начало Масленицы. Очень ранний, кстати, в этом году. И первый день Масленичной недели. Праздник Масленица имеет очень давнюю народную традицию, восходящую к древним славянским верованиям. Это народный праздник означал проводы зимы, встречу весны. Обычно сопровождался всенародными гуляниями, щедрым столом, весельями, забавами разными и сжиганием чучела зимы. Кстати, а ты знаешь, что на чучеле зимы нельзя рисовать глаза? Ну, потому что нельзя сжигать с глазами, да? Да, чтобы... Неодушевленные были. Да, чтобы это был предмет неодушевленный, глаза рисовать нельзя. Так вот, позднее этот языческий праздник со всеми его атрибутами все-таки был признан церковью. Масленица будет проходить с 20 по 26 февраля. И у каждого масленичного дня есть свое название. Вот сегодняшний день называется встреча. В этот день принято встречать масленицу, печь блины, угощать ими друзей, знакомых, соседей. Дорогие друзья, мы предлагаем вам не отходить от традиции и приготовить сегодня это вкусное лакомство. Дети в этот день ходили по домам и говорили, подайте на масленицу на Великий пост Редькин хвост. Кого пошлем? В молодежную редакцию. Точно. О том, как в Одинцовском округе проходила масленица в прошлом году, смотрим в нашем сюжете. В парк Лазутенко пришли юные спортсмены, чтобы поучаствовать в лыжных гонках. Назад, внимание, марш! На лыжне в парке культуры и отдыха нешуточные страсти. Дружно стартуют малыши, участники лыжной гонки для самых юных спортсменов «Ладушки о ладушке». Традиционный масленичный забег прошел в шести возрастных категориях. Сегодня мы приняли решение сделать вот такой забег, приуроченный к масленице. И отрадно то, что больше двухсот детей сегодня вышло на старт этой, можно сказать, шуточной, такой праздничной гонки. Но я надеюсь, что все получили огромное удовольствие от этого мероприятия. В этом году так называемая «блинная гонка» стала настоящим спортивным состязанием. Юные участники еще не очень уверенно стоят на лыжах, но сражаются за победу, как профессионалы. Победители получат кубки. В предыдущие годы мы делали это в формате праздника, такого с нарядами. То есть сейчас очень многие дети даже отказываются от нарядов, чтобы показать лучший результат, потому что она приобрела масштаб. 600 метров для самых маленьких, 1200 для лыжников постарше. Падение и усталость никого не пугали. А на финише всех ждали медали за участие, вкусные блины со сгущенкой и поздравления родителей. Болели, старались, бежали, старались в пятерку войти. Уже не первое соревнование, очень рады участвовать. Нам всегда очень нравится, детям нравится, бегут с удовольствием. Возможно, кто-то из этих малышей станет в будущем олимпийским чемпионом. А сегодня ребята активно провели время на свежем воздухе, зарядились солнцем и весной. Также сегодня отмечают Всемирный день справедливости. Дата празднования учреждена, собственно, сам праздник учрежден по инициативе ООН в 2009 году. И с тех пор его отмечают во всем мире ежегодно. Социальная справедливость – основа благополучного существования как в самих странах, так и между различными странами. Вот так в кодексе ООН значится по поводу этого праздника. По замыслу организаторов, международная дата должна способствовать искренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работы, достижению равноправия мужчин и женщин, хотел сказать, мужчин и других людей. Шутка такая. А также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех. 20 февраля ознаменован еще одним очень необычным праздником. Но так как эта тема мне особенно близка, я не смогла его обойти стороной. Праздник называется «День любви к своим домашним питомцам». Домашние питомцы не только приносят в каждый дом и семью радость, они получают настроение, помогают справиться со стрессом. Ну и просто их не зря называют пушистые антистрессы. Ну, правда, у некоторых людей они не совсем пушистые. Ну, я, во-первых, не понимаю, почему празднование один день в году, потому что у меня каждый день день любви к питомцу. Надеюсь, это взаимно. Хотя вот по ночным гуляниям по мне, моей кошечке, Василиса, так не скажешь. Так вот, владельцы питомцев зачастую люди занятые, ну, по себе знаю, и не всегда могут уделить зверю все свое внимание. Национальный день любви к домашним животным – это возможность подарить любовь и внимание вашему питомцу. Ну, вот прям вот в этот день конкретно прям вот весь посвятите любви к своему питомцу. Ну, кто у вас – кошка, собачка, свинка? По такому случаю мы узнали у жителей Одинцова, кто из пушистых и не очень пушистых питомцев живет в их домах. Всем привет! Это рубрика про опрос. Давайте узнаем, какие же домашние животные есть у жителей нашего округа. Есть. Так, а кто это? Такса. Как зовут? Люк. Нет. А кого вы бы хотели завезти? Никого. Есть. Кошка и рыбки. Как кошку зовут? Манька. Хорошая? Отличная. Ну, немножко злая, кусается. Нет. А кого вы бы хотели завезти? Собаку. А какую параду, как бы назвали? Ну, я бы овчарку, но в квартире, но жалко таких держать. Ну что ж, вот такие вот животные у наших жителей. К ним, кстати, к домашним животным мы сегодня еще обязательно вернемся. И это у нас для вас сюрприз. Ну, а пока поздравим именинников. 20 февраля родился американский поэт, песенник, рок-музыкант, певец и гитарист Курт Кобейн. Фронтмен группы Нирван, естественно. Также выдающийся советский конструктор стрелкового оружия Евгений Драгунов. Знаешь, что это такое? СВД. Самозарядная винтовка Драгунова. За годы своей деятельности Евгений Федорович создал более 25 образцов систем стрелкового, спортивного, тренировочного, охотничьего и боевого оружия. Ну, конечно же, самая известная модель, которую сейчас сказал Илья Сергеевич, созданная Драгуновым. Саморазрядная снайперская винтовка СВД называется она. Саморазрядная, самозарядная. Ну, тебе, девочки, простительно. Ну, да. А вот этого ты, кстати, не знаешь. На вооружение советской армии винтовка СВД поступила в 1963 году. Блеснула умом? Я покорен. Давно это было, естественно. Также 10 февраля родилась российский общественный деятель, правозащитник Елизавета Глинка. Широкому кругу людей она известна как доктор Лиза. Все свои силы и энергию она отдавала делу помощи тяжело больным и неизлечимо больным людям. А также просто нуждающимся. Многие годы она приезжала на разные вокзалы Москвы, где раздавала нуждающимся горячее питание, лекарственные препараты. Там же оказывала бесплатную медицинскую помощь, юридические консультации. Значительное число людей направлялось при посредничестве фонда в медицинские лечебные учреждения Москвы, а также в специально создававшиеся пункты обогрева в зимний период. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе над Черным морем, когда везла гуманитарный груз в Сирию. Сегодня в этот милый праздник, День любви к своим домашним животным, мы наш эфир решили сделать не совсем обычным. Я сегодня на работу пришла со своей пушистой питомицей. Знакомьтесь, Ханечка. Но это еще не все сюрпризы. Сегодня у нас в гостях наша коллега, сотрудница нашего телеканала. Да что я вам рассказываю, вы прекрасно знаете. Ведущая программы про утро. Да, и Катерина Крамер, и кто? И, конечно же, Фараон, мой любимый питомец. Фараон, а даже, господи, какое гордое имя. Можно сокращенно Фара. Фара. Доброе утро, Кэт, доброе утро, Фара. Ну вот такие мы с тобой креативные придумали. Вот это вот такой себе необычный эфир. Доброе утро. Да. Ну, ты расскажи, давай начнем с Фары, раз уж у нас День любви к домашним питомцам. Как он у тебя появился? Историю? Появление? Появился он у меня очень неожиданно, потому что у меня на тот момент жил уже котик дома. Никто не хотел собаку. И я решила сделать подарок бабушке на день рождения. Купила в тайне, можно сказать, съездила, смотрела. Но они подозревали, мне кажется, у меня все родственники подозревали, что я заведу себе собаку. Ну, точнее, это был подарок. Как бы под предлогом подарка я хотела его себе. Вот. И привезла его в коробочке на день рождения бабушки. Она его открыла. И, конечно же, она растрогалась, даже расплакала и сказала, что какой он милый, маленький, пушистый. Ну, как ты изъяла-то потом у бабушки такой милый, пушистого щенка? Так он и живет вместе с нами дома. А, он живет, я поняла. Так что я как раз с ним и живу. Прекрасно, прекрасно. Сколько ему лет? Ему пять лет, то есть он такой взрослый. Ага, уже солидный уже мужчина. Да, да, да. Говорят, что пять лет, вроде как, по человеческим меркам, это сорок лет должно быть. Ну, то есть он два раза практически старше тебя. Да, это раз. Да, да, да. Ну, какой-нибудь забавный случай припомнишь, связанный с собачкой? Забавный случай, да, был один раз. Много раз, на самом деле, был, потому что он такой непоседливый у меня питомец. Он, маленький, очень любил грызть ботинки. И всегда, когда мы оставляли, то есть я забывала, все время в коридоре ставила ботинки. И, конечно же, он их все просто погрыз. У меня были отгрызанные пятки у всех. Потом мы уже стали прятать это все от него. Но один раз обувь пропадала вообще страшно, страшной силой. И оказывалось, что он просто все затаскивал под диван. И там хранила эту обувь. Какое хозяйство, Дэй? Да, у меня так знакомые от таксы на шкаф ставили обувь. То, что она как-то забиралась, никому неизвестно как. Что же, девушки, вы отчаянные. Да, мы отчаянные. Я предлагаю пока попробовать, даже в эфире, дорогие друзья, до этого момента. Мы этого не пробовали. Вот решили попробовать. Попробуем познакомить. Может быть, подружиться, не подружиться, но попробуем. Главное, чтобы никто не съел никого. Никто никого не съест. Это смертельный номер, достойный какого-нибудь цирка просто. Нет, она хорошая. Поставь ее вот уже на стойку. Фара, давай, смотри, какая у тебя подружка. Она все пытается слинять куда-нибудь. Фара, не бойся. Вот она понюхала. Ханечку, ты понюхал, какой хороший мальчик. Это вот только любители, настоящие любители животных. Хани, Хани. Ханечка. Так она уже полезна. Подожди, сейчас, сейчас, моя милая. Она немножко нервничает, конечно. Да и похоже, что не немножко. Да нормально, все нормально. Ханя, привет. Смотри, это Фара. Ой, хороший. Вот так вот. Все, будем считать, знакомство состоялось. Ой, да. Да, шерсть, шерсть летает по всей студии. Я тоже уже вся в шерсти. Друзья мои, я предлагаю нам немножко, так сказать, разрядить эту нервозную среди животных обстановку и узнать, какие же питомцы есть у наших коллег, и посмотреть, у кого кто живет. Кто кого ждет дома с работы. Кто кого ждет дома с работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Вот такие усатые и хвостатые питомцы живут у наших журналистов. Катерина, ну давай все-таки немножечко тогда к тебе, от фары к тебе. Скажи, какая нелегкая тебя дернула в свое время пойти в журналистику? На самом деле это начиналось еще очень давно. Ну где-то примерно 5 лет, для меня давно. Я пошла работать в газету, просто так как-то занесло, можно сказать. Хотела просто попробовать ненадолго остаться. Потом мне очень понравилось ездить по мероприятиям, освещать наш любимый город каждый день. И я осталась. То есть, наверное, правильно говорят, что журналистика как-то затягивает. Затягивает, засасывает, когда это опасная трясина. Мы точно с вами это знаем. А на УТВ как ты попала? На УТВ меня уже приглашали ранее, когда я как раз работала в газете. Но так получилось, что я отказалась, пока у меня была любимая работа газета. И я не хотела уходить. А потом уже через год я, можно сказать, созрела сама. И пришла. Пришла бивать пороги. Возьмите меня. Вот, пришла. И меня тут встретили хорошо, радостно. То есть сказали, а, мы тебе предлагали же год назад. Да, да. Ну, знаешь, всему свое время и место. А газета Одинцовская неделя? А газета была Новые рубежи. Ага. Ну, коллеги. Коллеги, да. Коллеги, я поняла. И сколько, получается, ты уже здесь работаешь? Так, на УТВ я работаю с апреля 2021 года. Ага. Ну, то есть дольше, дольше, чем я. И уж точно, чем я. И уж точно, чем я, Сергеевич. Ну, хорошо. Все курьезные случаи, которые у нас постоянно случаются, которые были с момента моего появления, я знаю. Расскажи, что было вообще до нас? Какие-то вот такие прям смешные моменты. Твой топ-прейтинг самых смешных случаев. Ну, давай. Прям можно даже, мне кажется, про красные штаны. Да? Красные штаны? Да. Ну, да. Это интересный был случай. Это ходят просто уже легенды. Уже Катюша и красные штаны. Это уже да. Катя, красные штаны. Сначала у нас было утреннее мероприятие. Снимали программу про спорт как раз с нашим оператором Стасом. А потом поехали на важное мероприятие. Такое светское такое, да, уже? Офиксальное. Да, так скажем. И мне пришлось... То есть мне даже нечего было переодеваться. И я как бы в панике была. То есть у меня была кофточка ТОТВ, а внизу были красные спортивные штаны. И прилетело тебе за это. Да, и это не соответствовало полностью расходу, так скажем, который был там. Да, но зато все запомнили этот случай. Все запомнили Катю. Все запомнили красные штаны. Красные штаны и Екатерину Крамер. Да, это очень... На ОТВ, да, любят эту историю. Мы с отбуком. Скажи. Вы сами знаете. В любой профессии есть свои минусы, в том числе и в нашей, хотя я даже не могу себе представить. Но, может быть, ты представишь, какие есть минусы в работе на телевидении? Начальство нас не смотрит, я знаю. Смотрит, смотрит. Прямо сейчас смотрю. Да. Ну, не считая того, который здесь. Минусы. Наверное, правда, я скажу, что минусов, может быть, для меня их нет. То есть они минимальны. Я понимаю, что, да, в основном это, наверное, нехватка времени в свою какую-то личную жизнь. Но если правильно расставить приоритеты и... И убрать личную жизнь на задний план. А чему вылечу? Отказаться от них. Правильно расставить приоритеты, тогда на все хватает времени. Тогда до работы в полной мере хватает времени. Если убрать другие интересы в жизни. Да, будет только работа. Мое любимое хобби – работа. Да. О чем ты мечтаешь? Мечтаю... Выспаться? Скажу. Да, это одно из тех, кстати, да, тоже пунктиков есть. Чек-листов, так скажем. Но, наверное, из таких моих больших мечт, возможно, существимых, завести свой, открыть, скорее всего, свой приют для животных. То есть для бездомных. Так для бездомных или для животных? Для бездомных животных. Да, для бездомных животных. Да, и все так красочно делать. Вести какие-нибудь социальные сети, как раз про этот приют. И искать животным, их новых хозяев, передавать их обязательно. Я, когда соберешься организовывать, бери меня в компаньоны. Это абсолютно моя тематика. Я за время работы в Останкино пристроила 11 кошек и котов. Вот, да. Несмотря на то, что это были чьи-то кошки и коты. Да, воровала и пристраивала. Младец какая. Потом у этих же, кому пристраивала, снова воровала и пристраивала заново. Хороший бизнес. Да. Рекомендую. Кстати, я знаю, что Полина недавно тоже спасла собачку. Да. Собачку? Это огромный бегемот был. Он вообще был мирный. Я его поселила у себя на даче бойлерной. Но он все-таки умудрился меня цапнуть, потому что, ну, у меня же мозг с утра не работал. Я с утра встала, ночью он переночевал, и думаю, надо пойти мальчика покормить. Мальчик был голодный. Я ему выложила банку с тушенкой в тазик, ну, собачьей этой тушенкой, и решила руками ее размять. Разминала, разминала, потом, значит, этот уже весь изнемогает, ждет еду. Я смотрю на свою руку и думаю, ну, жалко же смывать столько тушенки на пальцах. Решил дать ему облизать. Ну, и все, как бы. День. Только прошло все, да. Ну, вернемся к тебе. Ты знаешь, я не хочу сказать, что однорукий ведущий – это эксклюзив. Как и одноглазый. Давай, ты будешь одноглазым, а я буду одноруким. И все мы будем жить у Кати в доме для брошенных и безнадежных. Брошенных и безнадежных. Катерина, вернемся к тебе. Скажи, пожалуйста, в профессиональном плане ты вообще человек амбициозный. Где ты себя дальше видишь, лет через пять, через десять? Что это? Где ты будешь? Ну, на самом деле, мне очень нравится сфера телевидения, журналистики, поэтому хочется скорее только развиваться, какие-то открывать новые программы и, возможно, снимать тоже, потому что, так как я училась на режиссера, снимать какие-то свои фильмы, короткометражки, может быть, даже полноценные снять. Надо будет пересмотреть твое резюме, а что-то я там такого не помню. Ну, это интересно, кстати. Да, ну вот. Будем снимать какой-то контент. Да, Катюша, ну, не будем сильно затягивать беседу, благо мы с тобой всегда можем пообщаться и с Ильёй на работе. Ты со зрителями общаешься каждый день в ту неделю, когда вы ведёте с Тимуром. Я имею в виду, что мы не будем сильно вгонять в стресс наших животных, которые всё-таки уже такие, но и с них уже хватит. Они и так молодцы, они вот так порядочно сидели. Ну, блиц. Хорошо, я готова. Очень интересно себя почувствовать в роли героя. Сколько раз сама задавала вопросы, а сколько раз отвечала, да? Наверное, самые коварные вы придумали вопросы, да? Ну, нет, у нас такие они лают, но интересные, специальные для тебя. Давай, самый коварный вопрос. С чего начинается твое утро? Моё утро начинается с будильника. Я сразу вспоминаю, так, что у меня сегодня по съёмкам, во сколько, что. А если, там, допустим, мы снимаем утро, я такая сразу так. Как срочно взять реквизит, одежду, ничего не забыть. Ответственная работа. Да, а я думала, с языка в нос. Ну, начинается, ну, когда её фара облизывается. В этом смысле? Да, да, да. Ну, да, да, я же помню, журналистов личной жизни-то нет, поэтому фара. Ну, он спит в это время. А чем заканчивается твой вечер? Вечер заканчивается, наверное, тем, что я вспоминаю все моменты, которые произошли со мной за день, и стараюсь, наверное, поблагодарить за каждый момент. То есть я рада, что прошёл ещё один день, и, наверное, построю планы на следующий день. А если это вечер пятницы? Ой, ну, вы знаете, что... Я ничего не знаю, ты меня не впутывай в свои интриги. Вечером в пятницу можно поехать повеселиться, расслабиться, отдохнуть. Да. И закончить вечер пятницы в воскресенье с утра. А то и в понедельник. А то и в понедельник. И сразу на съёмки. Нет, и в понедельник на работу. Ну что, Катя ответственный сотрудник. Кать, чего ты боишься больше всего? Больше всего, как это ни странно бы звучало, я боюсь, правда, гусениц. Я не знаю, они такие ужасные. Мне кажется, это страшный сон, если... Мне всё время снились сны, как эти гусеницы выпадали на меня сверху. Знаете, когда я сплю, с потолка падали на кровати. Я просыпалась в страшном сне, потом смотрела, нет ли их на кровати. Скажи, пожалуйста, чего ты не можешь терпеть в людях? В людях. В людях. В людях. Так, знаете, наверное, больше то, когда они вот вроде обещают, да, говорят, что мы там исправимся, всё будет хорошо. Какие-то вот обещания, которые потом они впустую говорят. Всё-таки я люблю, наверное, больше таких людей, которые вот... Сказал, сделал. Да. Конкретных. Конкретных, точно. Понятно. Три вещи, без которых ты не мыслишь свою жизнь. Так, три вещи, надо в три вложиться. Ну, я, наверное, скажу, что без машины, потому что я передвигаюсь на машине, это очень удобно, мобильно и... Да неужели? Да. Так, машина, раз. Откроем секрет, у Катечки очень такая прикольная машинка. Не будем говорить, какая, но прикольная. Пусть напишут в телеграм-канале, попробуют угадать. Да, угадайте. Так, без машины, без, наверное, каких-то приключений. Можно тоже так называть? Ой, давай сюда, приключения, да. Приключения я обожаю, так как я близнецы, мне прям нравятся приключения. Тарам-тарам-тарам. И так, что бы еще такое? Вот это, да. Наверное, ну, без телефона. Пусть это будет так банально. Ну, что? Итак, что мы имеем, господа? Давайте подытожим. У нас есть... Машина, приключения, телефон. Это просто машина для приключений с телефоном. Телефон в кармане, только на машине и вперед, навстречу приключениям. А если вы вдруг увидите Катечку в пятницу вечером, знайте, она едет веселиться. Да, навстречу приключениям. Если бы про тебя снимали фильм, и ты бы там заняла какую-то роль, в каком жанре должен был бы быть этот фильм? А твоей жизни? Ну, бы хотелось. Там драма, психодрама, комедия, фарс. Да, вот, знаете, наверное, пусть это будет драма с нотками комедии. Трагикомедия. Гуляй шальная. Гуляй шальная. Ну, что-то такое, да. Катюш, ну, с хэппи-эндом. Ну, это безусловно. В конце концов, все поженились. Да. Как минимум. Кать, я тебе, как незамужней девушке, могу задать такой вопрос. На что ты в первую очередь обращаешь внимание, когда знакомишься с мужчиной? Наверное, так, на первую очередь. Мне нравятся, на самом деле, такие вот... На меня не смотреть. Хорошо. Ладно. Ну, давай, желаемое задействительно, Илья Сергеевич. Мне нравится в мужчинах, наверное, больше неожиданность, чтобы они делали какие-то сюрпризы или удивляли. Ну, и последний вопрос. Что ты терпеть не можешь делать, но тебе приходится это делать? На самом деле, нету, может быть, такой вещи, потому что я всегда стараюсь смотреть на какую-то ситуацию, даже если она мне не нравится, то есть с другой стороны. Может быть, там есть какие-то положительные в ней качества, и нахожу именно то, что, может быть, как-то по-другому на эту ситуацию посмотреть и сделать. Ну, Катюша, спасибо тебе огромное, что ты так долго, так долго к нам шла, три метра от нашего кабинета. Нет, ну, надо же было за собачкой съездить. А, нет, это да. Да, это да. В общем, я предлагаю еще немножечко попробовать их еще, может быть, они познакомятся. Да, конечно. А потом уже послажаемся. Здравствуй, дружок. Смотри, Фара, не бойся. Главное, не падай. Вот, посмотри, какой мужчина, посмотри. Он из ее пищевой цепи. Да, она такая милая. Да, ну вот. Ну, вот это вверху еще посадить. Хани и Фара. Вот, они причем вообще не знакомы. Вот так они у нас. Ты собаку прессуешь. Так, только не прыгай. Вот. Все. Кожи какие-то шипят. Спасибо тебе огромное, что к нам пришла. Да. Бери питомца, пока он еще, так сказать, не востояние. Не востояние. А то он что-то это самое такое уже, в конвульсе. Друзья мои, никуда не переключайтесь. Пройдет буквально несколько минут, вы их не заметите, и мы опять в студии с вами. Все мы знаем прописные истины на негативное влияние никотина и телового спирта на организм человека. Они отрицательно влияют на пищеварительную, дыхательную, кровеносную, нервную систему. Вот сколько всяких неприятностей. Ну, слава богу, с каждым годом у нас и курильщиков, и злоупотребителей все меньше и меньше, и люди бросают вредные привычки. А вот с привычками питания многие вот прям не хотят расставаться, не понимая, что вот несбалансированная еда влияет не только на желудочно-кишечный тракт, но и на весь организм в целом. Недостаток даже одного из витаминов может приводить к таким нежелательным, недостаточно серьезным последствиям. Диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от сладкого, мучного, всякого фастфуда. Конечно, сначала будет тяжело, но буквально уже через неделю-другую тяга значительно уменьшится. Вместо вредных продуктов вводите в рацион полезные, витаминизированные, минерализированные. Ну, что я вам рассказываю? Посмотрите рубрику про здоровье, и там все будет понятно. Всем доброе утро, дорогие телезрители! С вами Анжела Серошка, и мы снова разговариваем с вами про здоровье. Сегодня снова будет смузи, но прежде чем я начну его готовить и расскажу, какой у нас будет смузи, я хочу с вами поделиться информацией, зачем же все-таки мы пьем смузи. Смотрите, можно же пить сок свежевыжатый, делать из различных фруктов и овощей. Да, можно, но, смотрите, если нет процесса жевания у нас, когда мы употребляем рацион только соки свежевыжатые, то у нас не вырабатывается в слюне амилаза. Это такой фермент, который помогает настроить наше пищеварение на нужный лад и работает наш метаболизм. Поэтому для того, чтобы это было с пользой и напиток приносил только хорошее, позитивное настроение, хорошее пищеварение, поэтому был придуман смузи. И сегодня у нас рецепт смузи очищения. Туда входит свекла. Вы знаете о том, что свекла очень полезна. И она полезна именно в сыром виде. В смузи ее выпить очень даже вкусно. Вот. И еще раз повторюсь, бесценно для нашего организма. Значит, я начну сейчас готовить, а вы повторяйте за мной. У нас чаша блендера. Я закладываю, естественно, свеклу. Приступаем готовить. Свеклу нужно очистить для того, чтобы она была без кожуры. Я закладываю в чашу блендера. Примерно одна маленькая свекла. Или половинка большой. Смотря какую вы нашли. Так, теперь у нас идет яблоко. Яблоко желательно зеленое. Достаточно половины яблока. Также закладываем в чашу блендера. Далее у нас пойдет лист салата. У меня обычный листовой салат. Можно, чтобы это был айсберг. Айсберг, кстати, очень вкусно получается с данным рецептом. Так, я закладываю салат. И обязательно добавляем воды. Примерно 200 мл воды. Иду блендерить. Переливаю в свой стакан. Пахнет свеклой, естественно. Можно добавить специи. Если у вас нет проблем ЖКТ, вы можете добавить сюда куркума. Можно добавить даже базилик, когда вы будете готовить смузи. Вот, семена льна, семена чия. То есть, все, что вы любите и привыкли употреблять в своем рационе. Вот, я также посыплю на семечки. Смузи готов. Всем приятного аппетита. Полезного дня. И с добрым утром. С вами была Анжела Серошка. Важная составляющая ЗОЖ – это спорт и физкультура. Из-за недостатка физической активности могут возникнуть атеросклероз, излишний вес, артериальная гипертензия, хроническая ишемия сердца, неврозы, остеохондроз, сколиоз, остеопороз, заболевания бронхолегочной системы и так далее. Ну, практически все, что плохое может случиться, все произойдет обязательно. Что, страшно стало? А вот так вот. Но бояться не надо. Главное – вовремя взять себя в руки и все-таки заняться спортом. А с мотивацией поможет наша рубрика «Угадайте правильно про спорт». Здравствуйте, дорогие друзья. С этого упражнения, с платформы Сиди, начинаем качать ноги. Выставляемся, прижимаем ягодичные, чтобы нигде ничего не болталось. Также выставляем вес. Это базовое упражнение. Здесь очень сильно задействованы ноги. Задняя часть бедра, передняя часть бедра, также ягодичные. Это базовое упражнение. Начинаем всегда с него. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Обязательно начинаем с маленьких весов. Десять на разогрев. Потом потихонечку все это дело увеличиваем. И также делаем пять подходов. А для более продвинутых, приседания – это самое топовое упражнение, работать за группой мышц. И бицепсы, и трицепсы. И самое главное – это мышцы ног, и мышцы спины, и, соответственно, ягодичные. Мы без них некуда. Показываю, как это делается. Сейчас берем обычный вес. Подлазим. Выставились. Зафиксировались. Пару шагов. Раз, два. Также зафиксировались. Голову, глаза наверх. Живот втянули. Ягодичные назад. И потихонечку начинаем посылаться вместе. Поехали. Раз, два, три, четыре. По сторонам ворон не ловим. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, закончили. Также аккуратно кладем. Выходим. Спорт – это жизнь. Движение – это жизнь. Занимайтесь спортом, друзья. Интеллигентного современного человека выделяет из толпы не только его опрятный внешний вид, но также и духовная составляющая. Антиллект, я бы сказал. Как ты, согласна со мной? Согласна. И для всех, кто тянется по знанию прекрасного, наша следующая рубрика, ну, можно сказать, не наша, а рубрика Ильи Сергеевича, про искусство. Девочка с персиками. Кто не знает эту картину? Именно она перевела молодого художника Валентина Серова из ранга подающих надежд и перспективных в состоявшиеся мастера. Есть несколько нюансов. Во-первых, на картине изображена не одна девочка, а два человека. Второй – это деревянный солдатик за ее плечом, которого купили Мамонтовы в Сергиевом посаде, как деревянную игрушку, а раскрасил его все тот же Валентин Серов. Девочка, которая изображена на портрете, это дочь Мамонтовых – Верочка. Верочка была очень подвижным ребенком, поэтому заставить ее позировать была целая история. Но хитрый Серов предложил взятку. Он обещал ей конные прогулки. Но конные прогулки надо было санкционировать ее мамой, Елизаветы Мамонтовой. Тем самым был раскрыт сюрприз, что портрет предназначался ей в подарок. Но от этого никто не пострадал. Персики, которые лежат на столе, это персики из оранжереи усадьбы Абрамцева, которые там же и выросли. Усадьба Абрамцева также славилась своими майориковыми мастерскими. Об этом говорит тарелка, которая висит на стене. Кстати говоря, этими мастерскими руководил Михаил Врубель. Хотя руководить он ими начал два года спустя, после написания портрета, поэтому именно к этой тарелке, скорее всего, не имеет никакого отношения. Поза, в которой сидит Верочка, очень естественная. Именно благодаря ей портрет получился очень натуралистичный. Именно в такую же позу потом Серов посадит императора Николая II и сделает его портрет очень непохожим на парадный. Есть расхожее мнение, что летом природа засыпает. Ну, на самом деле, отчасти это действительно так. Но природа никогда не засыпает в нашей рубрике про цветы. Там всегда лето. Всем доброе утро! С вами рубрика про цветы и я, Дарья Ромашева. Сегодня я вам расскажу, как дать вторую жизнь орхидеи. Орхидею любят очень многие. Ее можно подарить в подарок, можно купить просто для дома, для красоты. Орхидея способна цвести до трех раз в год, но при правильном уходе. Когда вам подарили орхидею, она может цвести примерно месяц, может меньше, как ей будет комфортно жить в вашем доме. Но как только она цветает, обязательно важно обрезать ненужный стебель, который уже отцвел. Цветочки отпали, он нам уже не нужен. Если вы видите, что ваша орхидея не продолжает жизнь и остановилась в своем развитии, здесь можно ей помочь и пересадить ее. Освобождайте все корешки от грунта. Здесь важно обрезать все ненужные корни, оставив при этом три-четыре самых сильных. Обрезать лучше секатором, острыми ножницами или ножом. И важно, подбирайте подходящий для орхидеи специализированный грунт. Он даст нужную подпитку и подкормку растению. И тогда ваша орхидея будет радовать вас новыми цветами. Очень долго. С вами была я, Дарья Ромашева, и рубрика «Про цветы». Желаю вам замечательного настроения. Сейчас самое начало дня, даже, я бы сказал, начало рабочей недели, и поэтому очень удачное время для чего-то нового, идей, может быть, каких-то начинаний, проектов и даже обещаний. Только перед тем, как бросаться, так скажем, грудью на амбразуру и вперед идти к каким-то достижению каких-то целей, нужно сначала хорошенько вооружиться. Конечно же, не лишним будет послушать «Советы звезд». В эфире рубрика «Про гороскоп» от Виктории Штельхорн на всю неделю. Доброе утро. Это рубрика «Про гороскоп». Меня зовут Виктория Штельхорн. Карта на готове. Посмотрим рекомендации для каждого из вас на грядущую неделю. Овны. «Тройка Пентакли» рекомендует вам быть максимально предприимчивыми на этой неделе. Если нужно куда-то поехать, поехали, нужно что-то изучить, изучили, нужно с чем-то разобраться, попробовать какой-то навык, попробовали. То есть, для любого вашего плана, для любой цели постарайтесь максимально вложиться уже на этой неделе и сделать какие-то действия. В том числе, обращайте внимание на рекомендации со стороны других. Вашего окружения, ваших коллег, вашей семьи, они явно могут дать какую-то полезную для вас подсказку, которая может стать в итоге для вас рабочим инструментом в тех или иных делах. «Тельцы». «Двойка мечей» рекомендует вам на этой неделе обращать внимание на знаки, которые вы сами чувствуете, на вашу интуицию. Обязательно обращайте внимание на все мысли и ощущения, которые исходят из вас. Обращайте внимание, не игнорируйте их. Возможно, на этой неделе именно внутренний голос будет подавать самые важные знаки. Также «Двойка мечей» рекомендует навести некоторый порядок в голове и даже, я бы сказала, отфильтровать себя, свою голову, свои мысли, свои эмоции от лишнего давления, от чужого мнения и постараться нащупать то самое свое. «Близнецы». «Королева мечей» рекомендует вам на этой неделе, во-первых, улучшить свой интеллект, поэтому, возможно, как-то прокачать свои знания, чему-то научиться, развить какой-то навык, как минимум кроссворды порешать. В общем, займите своим интеллектом. А также «Королева мечей» – это стратегия. И подумать о стратегии далеко, на далекое будущее тоже крайне полезно этой неделе. Возможно, у вас получится сделать это на этой неделе максимально высококлассно. «Близнец» и тут раз и все сложилось в одну картинку. «Раки». «Восьмерка мечей» рекомендует вам, во-первых, не держать постоянное напряжение. Да, возможно, вам полезно немножко сохранять границы и прямо отстаивать свои границы на этой неделе и держать какую-то оборону и защиту, но не переусествуйте, не наигрывайте, не выдумывайте лишнего. Постарайтесь смотреть честно на факты, что происходит и от чего вам стоит защищаться, а что на самом деле совершенно для вас безопасно. «Львы». «Рыцарь Пентакли» рекомендует вам на этой неделе сделать акцент на качество работы. Не на количество, а именно на качество. Даже качество проведенного времени с друзьями или качество вашей пищи и так далее. Ведь «Рыцарь Пентакли» это уровень, это то, что соответствует определенному уровню качества. Поэтому постарайтесь это следить везде и во всем. Как вы себя ведете, чем вы занимаетесь, как вы тратите свое время, как вы тратите свои деньги. Ничего не должно быть потрачено зря на этой неделе. «Девы». «Туз Кубков» рекомендует вам на этой неделе отдаться собственным чувствам. Признаться себе в первую очередь, что вы чувствуете, что вы ощущаете, с чего вы действительно хотите, и позволить себе реализовать эти желания. Также «Туз Кубков» рекомендует заняться очищением и исцелением. Возможно, стоит провести время на природе, либо с любимыми людьми, либо заняться каким-то делом, который реально поможет вам немножечко расслабиться, отпустить себя. «Туз Кубков» это искреннее чувство, это буквально чистая такая любовь. Постарайтесь себе позволить расслабиться, а не быть постоянно в напряжении. И это даст вам некоторое удовлетворение и даже здоровье. «Весы». Восьмой старший «Аркан Сила» рекомендует вам за минимальное количество времени успевать максимальное количество дел и решать максимальное количество задач. Можете прямо забить всю неделю какими-то планами и задачами, чтобы вы буквально все одно за другим делали. Вы все успеете, вы со всем справитесь. Также карта Сила рекомендует наводить порядки. Во-первых, в своем расписании, во-вторых, вообще в своем образе жизни. Карта Сила всегда говорит, если ты заранее все спланировал, жизнь и дела пройдут успешно. Скорпионы. Первый старший «Аркан Сил». Маг. Просто рекомендует быть собой, быть настоящим. Карта Маг это личность, истинный характер, индивидуальность. Не забывать, кто здесь хозяин до вашей жизни. Не забывайте о том, чего истинно вы хотите, что на ваш взгляд важно и правильно. Опирайтесь на свое мнение и подходите ко многим делам творчески. Ведь Маг знает, в каком месте как себя повести, чтобы получить желанный результат. Стрельцы. Рыцарь кубков рекомендует вам на этой неделе искать не просто эффективные методы достижения целей, а буквально пытаться как-то творчески к этому подойти. Возможно, идеальное решение будет самым неожиданным, самым необычным и очень таким нестандартным. Пускай так и будет. Оно будет самым продуктивным. Порой даже расслабиться или отпустить что-то на самотек намного эффективнее, чем напрягаться и биться без конца. Также Рыцарь кубков рекомендует вдохновиться и поспособствовать тому, чтобы вы могли с кем-то новеньким познакомиться. Новые люди будут не лишними. Козероги. 15-й Старший Аркан Дьявол рекомендует вам на этой неделе сделать акцент на том, чтобы прибавить себе сил. Ведь карта Дьявол это прям максимальная энергия. Это то, что мы в себе копим и не упускаем. И если долго не упускают то, что вы сдержали, потом это превращается во что-то не очень хорошее. Поэтому выпускайте эмоции, выпускайте ту энергию, ту страсть, которая у вас накопилась. Позвольте себе быть настоящими. Примите себя настоящего и вот увидите, насколько это может вас одарить невероятным количеством энергии. Водолея, 12-й Старший Аркан Повешенный рекомендует вам на этой неделе не побояться взять паузу, вот даже замедлиться и даже, я бы сказала, остановиться в том или ином деле, чтобы принять правильное решение, чтобы вовремя оценить собственные поступки, чтобы вовремя осознать, а что же вы делаете, а куда же вы идете, насколько это вам нужно. И также Повешенный рекомендует доделать вот дела, которые вы обязаны доделать. Это просто нравится вам, не нравится, вы понимаете, надо поскорее это доделать. Постарайтесь это сделать за неделю. Рыбы, Пятерка Кубков рекомендует вам какого-то всплеска, всплеска эмоций, праздника радости, чего-то интересного, чего-то необычного, чего-то очень яркого, что вас порадует и взбодрит. Пятерка Кубков это именно вот такой сок, это прям нереальная энергия, вспышка, салют, поэтому вам рекомендуется, конечно же, на этой неделе максимально себя радовать и, возможно, может даже потрепетать себе нервы, может посмотреть какой-то интересный фильм, который раз и спровоцировал вас то ли на слезу, то ли на смех. В общем, делайте свою жизнь интересной и тогда жизнь будет вас максимально удовлетворять. Прекрасной недели. Все, мы с вами увидимся. Вот так стремительно и увлекательно пролетел наш бодрый утренний эфир. Но день только начинается, проведите его с пользой и с хорошим настроением. Завтра вторник, еще несколько дней мы с вами, поэтому утром, завтра мы вас ждем в этой студии опять. Будет про утро. Редактор субтитров А.Семкин